В Беларусь пришли морозы. За сутки температура опустилась на 5 градусов ниже климатической нормы. На выходных синоптики и вовсе прогнозируют до минус 30, обильные снегопады, а на отдельных участках дорог – гололедицу. Водителей призывают учитывать погодные условия. ГАИ рекомендует сдержанный стиль вождения. Водителям необходимо убедиться в исправности аккумуляторной батареи. Также необходимо проверить обогрев стекол, дворников, залить в бачок омывателя незамерзающую жидкость. Проверить наличие буксировочного троса в автомобиле, световозвращающего жилета, знак аварийной остановки. Перед поездкой за город необходимо автомобиль положить в лопату, теплые вещи, теплое питье. Также необходимо взять с собой зарядное устройство для мобильного телефона. Если же вы не уверены в том, что сильные морозы и ваш автомобиль заведется, либо будут какие-то другие неприятности, то лучше отказаться от поездки на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом. Тем временем пешеходам стоит задуматься об удобной обуви и теплой одежде. Здесь стоит придерживаться принципа многослойности и выбирать вещи из натуральных тканей. Особое внимание нужно уделить рукам и ногам. Они должны быть сухими и в тепле. Шапка, перчатки и шарф – неотъемлемые аксессуары зимы 20-21. Если температура на термометре стоит минус 2, минус 3, но сильный ветер, можно получить обморожение даже при такой низкой, не сильно низкой температуре. Поэтому при первых признаках обморожения надо, конечно, обращаться сразу к доктору. По месту уроженства в поликлинику или в приемное отделение больницы. Потери чувствительности, ощущения покалывания и пощипывания, побеления кожи или волдыри – таковы признаки обморожения. При их обнаружении ни в коем случае нельзя растирать замерзшие участки тело снегом, быстро отогревать их в горячей воде и употреблять алкоголь. Нужно уйти с холода, наложить теплоизоляционную повязку и выпить теплый чай. Чтобы не попасть в водки МЧС, жителям частных домов стоит правильно топить печь. Нельзя допускать перекаливания. Печь топите закрытыми дверцами. Для этого запорный механизм должен находиться обязательно в исправном состоянии. Ну и, конечно, не используйте дрова, длина которых превышает размеры топки. Что касается электрообогревателей, то мы должны знать, что использовать необходимо только исправные приборы заводского изготовления. Ни в коем случае как печи, так и электрообогреватели нельзя оставлять без присмотра. На усиленный режим работы в Крещенские морозы перейдут и коммунальники. Их задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание городских территорий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова